Карантин продлили, а подарки не отменили. Более тысячи моделей бытовой техники о свете комиссионных магазинов «Титан» по сказочным ценам. Ну а далее крайне странный маневр обладателя старой Невы в Кирово-Чепецке. Мужчине всего 56 лет. Потери бдительности в этом возрасте обычно не страдают, однако он резко повернул налево, прямо перед встречными машинами. Избежать ДТП помогло бы только чудо, но, увы, на наших дорогах сейчас это редкий помощник. Разберет этот эпизод в рубрике «Видеорегистратор Михаил Вагин». Кирово-Чепецкий 56-летний гонщик на Неве не стал пропускать встречные машины и поехал налево. Водитель «Гранты» еще успел затормозить и увернуться, а вот у шофера на «Субару» не было шансов избежать ДТП. После удара «Субару» выехал на газон и въехал в забор. По данным ГИБДД, в аварии нет пострадавших. На улице Рима-Юровская шашечник на Калини, видимо, слишком увлекся экстремальными маневрами, что не увидел впереди себя автобус. Краш-тест припаркованный автобус выдержал стойко и почти не сдвинулся с места, а вот нарушителю на Калини предстоит серьезный ремонт. И еще один лихач на белом «Мерседесе» не заметил припаркованную «Газель» на улице Пугачева. В этом случае удар был такой силой, что фургон отбросила на женщину-пешехода, которая в этот момент закончила переход и была уже на тротуаре. После наезда женщина получила ушибы. Как выяснилось, пострадавшая оказалась заведующая детским садом. На улице Московской в заторе сильно разогнался водитель «Фольксвагена». Мужчина нажал на педаль газа и въехал в попутную «Газель». На перекрестке улиц Воровского и Попова в банальной ситуации на повороте дорогу не поделили водители двух легковушек. Шофер на седане поворачивал налево и не заметил встречную «Ладу». Судя по видео, за рулем седана была девушка в белом. После аварии она пыталась объяснить водителю «Лады» причину своего маневра. На перекрестке улиц Московской производственной водитель одной скорой помощи уступил дорогу водителю другой скорой, которая ехала с маяками. Но этого благородного поступка не заметил. Водитель красной легковушки спровоцировал ДТП. Нарушитель явно не соблюдал дистанцию и не успел вовремя остановиться. На улице Ленина водитель Рено решил проскочить перекресток с улицей Нагорной и не заметил белую весту. Судя по видео, у водителя «Лады» не было шансов уйти от столкновения, ведь лихач на Рено даже не тормозил. Обычный выезд с парковки закончился массовым ДТП на улице Ленина. Водитель 12-й забуксовал и решил выехать в раскачку, но сначала не успел закрыть дверь на ходу, а затем не смог остановиться. В итоге пострадали три припаркованные машины. Виновник ДТП сам был в шоке. После такого фиаско он уже никуда не торопился. На улице Чистопрудненской смелый маневр водителя «Белой весты» закончился аварией. Видимо, виновник ДТП не до конца был уверен в этом повороте, но доверился случаю. Темная иномарка в итоге нанесла приличный удар по кузову нарушителя. На перекрестке улиц Паска и Карла Липнихта водитель «Хёнде» торопился проехать прямо и получил сильный удар в бок от «Ауди». Думал, что успеет проскочить перекресток водитель «Гранты» на улице Ивана Попова. Шофер не убедился в безопасности маневра и резко повернул налево. На повторе видно, что таксист на Датсуне уходил от столкновения и въехал в заднее крыло «Гранты». Михаил Вагин. Место происшествия. Продолжение следует...